МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа ждёт гостя Зурабом Дуали. По-домашнему уютный город Кишинёв, столица Молдовы. Очень шумный, весёлый, непосредственный город. Впервые он упоминается в хрониках в середине 15 века. С тех пор Кишинёв разрастается. Здесь в большой дружной семье вместе живут и молдаване, и украинцы. Русские, турки, болгары, цыгане, евреи, представители многих национальностей. Именно отсюда мы и решили начать свой рассказ об этой прекрасной гостеприимной стране под названием Молдова. А сейчас я хочу познакомить вас с Марией. Здравствуйте. Исследователем города Кишинёв, человеком достаточно энергичным, защищающим интересы старого города. Мария, вы меня пригласили сюда, в этот парк, к памятнику королю Штефану. Да. Штефан Великий – это символ Молдовы. Он был правителем средневекового государства, страна Молдова. И это, по сути, символ нашей государственности, символ страны, и также символ Кишинёва. Его имя носит этот парк, который, кстати, самый старый парк Кишинёва. Это главная улица Кишинёва, а также многие главные улицы других городов страны. Мы гуляем по аллее классиков литературы. Здесь бюсты наших самых известных поэтов и писателей. Это бюст Михаила Менеско, самый главный, самый известный поэт нашей литературы. Мы все изучаем его поэму в школе. Он переведён на очень много языков в мире. Какая красивая церковь! Это, видно, очень старая, да, церковь? Да, это очень старая церковь. Более того, это самое старое строение, которое сохранилось в Кишинёве, церковь Покрова Божьей Матери, 1752 года. Более того, это значено тем, что именно отсюда берёт своё начало город Кишинёв, под этой церкви, на холме, внизу был родник. Рядом с родником у нас ещё есть река Бык. И вот именно в этой части города и берёт своё начало. Отсюда Кишинёв начинался? Да, можно, в принципе, так и сказать, да. Вот эту арку часто вижу на всех фотографиях Кишинёва. Арка является символом Кишинёва. Триумфальная арка. Хотя изначально строились как святые врата, потому что здесь была как сакральная ось города. Это митрополия, арка, колокольня и главный кафедральный собор. Мария привела меня в уникальное место. Это домик, в котором жил классик русской литературы Александр Сергеевич Пушкин. Какой это период? Пушкин находился в Бессарабии с 1820 года по 1823 года. Здесь нам рекомендают дух Пушкина в этом месте. Да, безусловно, здесь можно прочувствовать Пушкина. Тем более он жил в этом доме. Здесь много экспонатов связано с его творчеством. Более того, именно в Бессарабии он начал свои знаменитые поэмы, как Евгений Онегин, Цыганя и Кавказский пленник. Огромное спасибо за помощь, за интересный рассказ. Ну а вы, приезжая в Кишинев, знаете, какие интересные места есть, что надо посмотреть в первую очередь. Приехав в Молдову, конечно же, в первую очередь хочется рассказать о знаменитых молдавских винах. И сегодня, когда туризм на подъеме в стране, винные туры являются самыми востребованными среди туристов. И, кстати, большую помощь нам оказывает в организации съемок знаменитая компания Вайн Турс Молдова, которая предлагает аутентичные, изысканные винно-гастрономические туры по всей стране. А начать наш рассказ о молдавском виноделии мы хотели бы со знаменитого предприятия Грикова, которое славится не только фантастическими игристыми винами, но и уникальным, самым крупным в мире подземным винохранилищем. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Добро пожаловать в Криково. Меня зовут Анатолий. Сегодня я буду вашим гидом. Я вас приглашаю окунуться в волшебный мир истории, археологии и виноделия. Друзья мои, это потрясающе по ощущениям. Огромное подземное винохранилище, знаменитое на весь мир. И Анатолий, надеюсь, сегодня нам все расскажет, главное, покажет эту уникальную коллекцию. Анатолий, это же уникальное винохранилище. Таких, наверное, в мире мало или, может, вообще нет? Совершенно верно. В мире таких винохранилища всего два. И оба они находятся у нас в стране. У нас в общей сложности более 400 километров тоннелей под землей. У нас даже по этому поводу есть неплохая шутка. Не верьте, что Молдова маленькая страна, она просто двухэтажная. Ха-ха-ха, красиво. Наш подземный город настолько большой, что мы были вынуждены построить улицы, бульвары и поставить дорожные знаки. Название к этим улицам слегка специфические, связанное с нашей продукцией. Вот сейчас мы находимся на улице Кодру. Кодру в Криково – это купаж, каберна-савиньон и мерло. Дальше нас ожидает улица Савиньон и после этого улица Петяска. Это местный сорт винограда. Конечно же, гордость вашего предприятия – игристые вина, да? Совершенно верно. Здесь, я смотрю, какое-то безумное количество бутылок под вами. Ну, на данный момент здесь у нас, мы находимся в цеху, где вино выдерживается на осадке. Сегодня у нас здесь находится почти один миллион бутылок. Один миллион бутылок. Совершенно верно. Бутылки с выдержки попадают сюда, в цех для ремуажа или в цех прокрутки. Все вручную, естественно. Обязательно. Обязательно. Мы находимся в винной коллекции «Народное достояние Республики Молдова». Коллекция была основана в 1954 году. Эти полочки мы называем «каза». И в каждой казе хранится вино. Перед каждой казой, обратите внимание, можно заметить номер. Если ввести этот номер в нашу базу данных, в наш компьютер, мы получаем всю необходимую информацию о этом вине. Все, что вы здесь видите и в дальнейшем увидите, это коллекционные вина. Здесь они обретают статус коллекции. Анатолий, я слышал, что здесь, в Криково, хранится и часть уникальной коллекции фельдмаршала немецкой авиации «Право руки Гитлера» Германа Геринга. Наверное, интересно будет нашим зрителям узнать, о какой коллекции идет речь и вообще, как эти бутылки попали сюда. У нас действительно хранится часть коллекции, почти 2000 бутылок. Могу сказать, что после окончания Второй мировой войны была найдена его частная коллекция, которая насчитывала более 30 тысяч бутылок. В дальнейшем вся коллекция была распределена в несколько стран. В нашей коллекции хранятся более 200 типов вин, собраны со всех уголков нашей планеты, и почти один миллион бутылок на данный момент у нас находятся в коллекции. Здесь, в подземном винохранилище, несколько изумительно красивых банкетных залов, и в одном из таких помещений мы сейчас находимся. И, насколько я понимаю, мы сейчас будем дегустировать ваши вина. Да, совершенно верно. Сегодня мы попробуем четыре игристых вина, произведены по разному методу. Разные сорта винограда, разные степени выдержки и разные категории сладости. Начнем мы с первого, находится ближе ко мне. Называется Крисеко. Классический местный сорт винограда называется Фетяска Алба. Наливайте, наливайте, будем пробовать. В первую очередь нужно обратить внимание на пузырьки углекислого газа. Они есть. Они естественно есть, но чем меньше в размере пузырек, тем вино считается более высокого качества. В первую очередь ощутите эту приятную кислотность, легкость и приятное послевкусие. Кисленько, 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 кисленько. Обратите внимание, какой золото, золото. Приятный цвет. Это вот ближе к классическому шампанскому. Совершенно верно, совершенно верно. Розовое, да? Да, да. Сейчас мы с вами попробуем классические розе. Ягодные тона. Да, совершенно верно. Отдаленно напоминает немножко клубники, немножко барбариса. Все любители полусладких и сладких вин обязательно оценят этот изумительный продукт. Местечко Бутученя, расположенное в самом центре Молдовы, славится своим необычным живописным ландшафтом. Каменистые холмы, зеленые луга и главная река Реут, которая охраняет мир и спокойствие местных жителей. Село Бутучень расположено в 47 километрах от Кишинева и является популярным туристическим маршрутом. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, с приездом вас. Спасибо, что пригласили нас к себе. Дорогие друзья, я хочу представить администратора эко-резорта Бутучень, Олесю, которая нам сегодня расскажет об этом потрясающем уголке Молдавии, об этом удивительном комплексе. Деревенское село называется Бутучень, старый Ергеев. У нас маленький и большой комплекс, скажем так. У нас 20 номеров, разбросанные так по частям деревни, с традиционными домиками. Самая главная красота. Мне кажется, что вы смогли сохранить вот эти уникальные старинные домики. Конечно, конечно, и традиции сохраняем. И вообще все, что связано с традицией, именно молдавской старой традиции, такие мы стараемся поддерживать и даже немножко оживлять. Ну что ж, давайте лучше покажем нашим телезрителям, а то долгие разговоры не нужны. Лучше один раз показать, мне кажется. Приглашаю. Спасибо. Вот у нас здесь называется на Молдавском Касамаре. Это как большой зал, как гостевая школа. Костевая. Да. Вот здесь люди приезжают, они садятся, кушают, празднуют. Вот так все выглядело лет сто назад, да? Да, да. Это очень старинный ковер, традиционный Бутучена. Конечно же, ручная работа, опять же, цветы, что создает атмосферу радости, уюта, какого-то такого праздничного настроения. А сейчас куда мы заглянем? Мы сейчас пойдем в погреб показать и осеннюю работу домохозяек. Будьте внимательны, здесь у нас низко, потому что рост у молдавани считалось низеньким, и вот мы делали такие проходы. Посмотрим, чем хотят нас удивить. Пойдемте. Господи. Да. Вот это, да. Это у нас все богатство. Вот это я понимаю, поработали так поработали. Конечно, да. Всегда думал, что значит закрома родины. Вот они закрома родины. Хочешь варенье, хочешь компоты, хочешь соленья. Все есть. Да, все есть. Мы стараемся все, что у нас есть. Мы же выращиваем разные фрукты и овощи. И вот все, что у нас в поле. Даже грибы, я вижу. Конечно, да. Ну, в общем, у вас можно не только отдохнуть на свежем воздухе, но, естественно, насладиться натуральными продуктами. Конечно. Овощами, фруктами. Вот. Проходите в нашу комнату уютную, домашнюю. Красиво. Да, вот здесь у нас вот печка, вот уже горит огонь. Вот видите? Какая интересная конструкция печи вашей, да? То есть она как стена получается, да? Да, да. И согревает все. Согревает все. Вот комнату. Это на заказ делаем именно наши традиционные. Стили традиционные, да? Стили традиционные, да. Потому что у нас вот цветочки, все от цветочков у нас. Вот. И здесь у нас, если вы обратите внимание, здесь у нас печка. Вот видите? Здесь у нас отапливается, и здесь тепло. Так что, друзья, даже самая суровая зима в Молдове вас пусть не пугает. Здесь, в этом уютном помещении, всегда тепло, потому что печь прямо под кроватью. Вот мы приехали в такую, скажем, ферму нашу домашнюю, где домашние животные. У нас есть лошади, есть козы, есть коровы. И мы сейчас их будем кормить. Прекрасно. Давайте покормим. Видите, какое хорошее сено у нас в этом году. Сено уродилось в этом году. Ой, какие козочки. Козочки, да. Ай, елитый котик. А как зовут эту? Это котинка. Это молодая котинка. О, какая пугливая. Ну, козла покажите, козла. Вот он, козел. Вот такой красавец у нас. Как его звать, ослика? Хиркус. Хиркус. Привет, Хиркус. Котики, мягкие животики. О, кто пришел? Кто пришел? Она нас приветствует. Привет. Привет, привет. Это Янка. Янка, привет. Янка. Это Дина. А, это пони? Да, это пони Дина. Дина, привет. Какая модная прическа у тебя. Жизнь удалась, да? Судя по тому весу и гладкой шкурке, все хорошо. Судя по тому весу и гладкой шкурке. Янка, я вам покажу еще один наш замечательный дом. И как раз познакомлю вас с нашим директором, нашим хозяином. Анатолия Бутнару. Очень приятно, Анатолий. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, пожаловать в Бутучены. Спасибо, что пригласили к себе. Такое ощущение, что окунулись в настоящую деревню, деревенский быт, домики, хозяйство. Это и привлекает анатуристов к вам, да? Именно это мы нашли то, что людям нравится. Приезжает со всего мира. Когда люди пришли и посмотрели, оценили тишину, оценили тех простых людей, оценили природу, оценили вот нашу кухню, которая здесь происходит. Отсюда она пришла с простых сел и из простых христиан. Мы это заметили, и пришел момент, когда это надо было людям это и преподнести. То, что они хотят, то, что они оценивают, не то, что иногда нам нравится. Когда мы ехали к вам, мы прочитали о необычном фестивале, который проводится здесь. Пришла идея, давайте будем делать сцену. Как сцену? Она уже есть. Сами бутучены – это театр в открытом воздухе. Каждый год мы это уже делаем, и люди узнают Молдову. Мы гордимся этим фестивалем и приглашаем весь мир на этот фестиваль. И я напоминаю, что мы находимся в ресторане бутучене «Эко-ресорт». И сегодня шеф-повар ресторана, уважаемая Вероника, помогает нам готовить заму по-домашнему. Я правильно сказал? Да, правильно. Правильно. Что нам нужно? Какие ингредиенты нам понадобятся для этого блюда? Для этого блюда нам нужны, во-первых, курица. Курица крестьянская, да, хорошая. Домашняя курица. Так, у нас в овощи идет лук, болгарский перец и морковку. Морковочка, так. Для домашнего лапша надо нам яичко. Лапши, вы сказали, значит, мы еще и лапшу будем готовить. Да, и лапшу будем готовить. Мука. Муку, конечно, соль и в конце петрушку. Лавровый лист. Да, и домашний квас. Домашний квас, прекрасно. Это старинная такая молдавская печь, да? Да, и еда, приготовленная на печке, она вкуснее, чем на гаждачной. Ну, естественно, конечно. Я надеюсь, мы сегодня убедимся в этом. Так, вот горячая вода. Да, так. А до этого мы займемся лапшой? Да, вот берем яичко. Так. Добавляем чуть-чуть соли, чуть-чуть соли. Избиваем вот так, смотри. Берем муку. Обыкновенная пшеничная мука, да? Я сначала вот немножко с ложкой входит, а потом начну руками, потому что она с рукой... То есть мы, прямо говоря, так сказать, делаем тесто, да? Да, делаем тесто, только берем яичко, делаем штутое тесто. Вот самый ответственный момент начинается, друзья мои, это изготовление лапши. Да, да, мать лапша. Показывайте, я же не умею, вы же должны научить меня. Что мы дальше делаем? Дальше. Ну, я думаю, что у нас курица готовая. Снимаем. Снимаем курицу. Прекрасно. И сейчас мы кладем туда, значит, нарезанный болгарский перец, морковку, да? И лапшу. Лапшу в конце. А, только в конце. О, мамалыгу нам принесли. Безусловно, ствол надо начинать с хорошим молдавским вином. Абсолютно согласен с вами. Тут грузины и молдаване похожи. Они похожи, да. Я хочу выпить за гостей, которые посещают наш эко-ресорт Бутучень. Желаю всем здоровья, побольше путешествовать, приезжать к Бутучену, чувствовать себя здесь хорошо. Мира, счастья, благополучия, всяческих благ. Спасибо. Будьте здоровы. Нурок. 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 А сейчас я хочу вас пригласить в центр Пищенева в знаменитый ресторан Ла Тай Фас, который славится потрясающей вкусной кухней. Добрый вечер, уважаемый гость. У нас традиция встречает гостей в национальном стиле стаканом вина. Стаканом молдавского вина. Вина и с орешками. Хорошо. Спасибо. Ваше здоровье. Хочу представить очаровательную пирогику директора популярной туристической компании Вайн Тур Молдова, которая помогла нам создать программы об этой прекрасной стране. Я постаралась для вашего цикла программ включить все самое лучшее, что мы имеем, для того, чтобы показать то, чем мы гордимся. Мы включили все самые лучшие винодельни, которые и делают Молдову известны на весь мир. Кто своими галереями подземными, кто своими коллекциями вин, кто уникальными продуктами или услугами, которые они делают, кто своей душой. Можно ли сказать, что мир по-новому открывает Молдову сегодня в очередной раз и уже с другой стороны? Да, конечно. И хочу вам сказать, что для нас каждый гость – это дорогой гость. И мы хотим, чтобы этот человек вернулся домой только с хорошими впечатлениями, потому что эти люди после пребывания в Молдове не становятся нашими послами. Вы должны самое легкое слово запомнить в Молдове. Она называется «норок». То есть здравствуй, пока, удачи и на здоровье. На здоровье. На здоровье. На здоровье, друзья мои. Езжайте в Молдове. Субтитры подогнал «Симон»